Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Перед встречей с кем-либо у меня начинается тревога, учащается сердцебиение, становлюсь сердучной, теряю концентрацию, не могу заставить себя даже пойти устраиваться на работу. Сильная такая вот тревога или сильный такой вот страх. В обществе, когда я замечаю этот взгляд, и если кто-то смотрит, или у меня появляется очень сильная злость, просто непереносимость взгляда. Пишет аноним. Аноним, ну, в первую очередь, наверное, то, что вы, мне кажется, знаете и так, это, собственно, нет вопроса у вас. То есть, в тексте, вот, в сообщении отсутствует вопрос. То есть, вопрос именно, вот, к психологам. То есть, какой, собственно, вопрос для вас. То есть, ну, вы чего хотите, в принципе, вот, вы хотите как-то это исправить, то, что вот с вами происходит, вы хотите как-то снизить уровень тревоги или что? Ну, чего вы хотите, потому что сейчас, на данный момент, у вас отсутствует какой-либо вопрос, к сожалению. Вот, и, соответственно, не совсем пока понятно, ну, как бы, вот, чего вы хотите, да, и чего вы ожидаете от психологов. Вот, на мой взгляд. Вот, это, пожалуй, первое, на что хочется обратить ваше внимание. Второй момент, довольно важный, второй момент, довольно важный, заключается в том, что то, что вы описываете, достаточно сильно похоже на паническую атаку. То есть, я, конечно, не врач, вот, и не буду ставить диагнозов вам, вот, но то, что вы описываете, очень сильно похоже на паническую атаку. Вот, то есть, это вот такой, достаточно сильный страх, адреналин и так далее. Вот, был внешним, по крайней мере, признаком. Вот, соответственно, с панической атакой предполагается работать. То есть, с панической атакой предполагается непосредственно работа с психологом, да, вот, с психотерапевтом. Вот, то есть, предполагается определенная регулярная работа. Вот. Хотите ли вы в данном конкретном случае заниматься этой самой психотерапией, исходя из вашего текста, не совсем понятны, вот. То есть, ну, как бы, вот, не ясно, к сожалению, вот, хотите вы или нет работать, вот. Поэтому тут тоже есть, конечно, вопрос. Дальше, значит, следующий момент, на который хотелось бы обратить ваше внимание, это момент, связанный с тем, что глобально, вот, то, что вы описываете, можно назвать таким вот. Знаете как? Страхом осуждений. То есть, вы боитесь оценки. Вы боитесь оценки, вы боитесь, вот, именно того, что вас как-то оценят, вы боитесь того, что как-то вот вас, значит, ну, будут оценивать в целом. Соответственно, вот, из-за того, что вы так вот, ну, достаточно сильно переживаете по большому счёту из-за оценки, вот. А вам, ну, на мой взгляд, вот, довольно тяжело в данном случае. Страх оценки – это недоверие себе, вот, страх оценки – это неуверенность в себе, ну, вот, в себе, неуверенность в своих, вот, собственных силах. Неуверенность в своей, так скажем, ценности, вот. И, как результат, это вот такая довольно серьёзная проблематика у нас здесь наблюдается. Вот. То есть, вот, в какой-то степени, по общему правилу, здесь я бы предложил, конечно, работать именно с, именно с, с оценкой вам. То есть, как-то, вот, допустим, больше полагаться, может быть, больше думать именно о себе, о том, чего, допустим, допустим. Хочется именно вам, а не то, что, там, делают или думают, да, другие люди. Сейчас вы, на мой взгляд, как раз, вот, попадаете в эту ловушку. Вы попадаете в ловушку, когда, именно другие люди, а не вы, сами, вот, вас определяют. Как бы, грустно ли, ли это? Да. Это грустно. Что, так происходит с вами. Можно ли это подкорректировать? Да, можно. Можно. Можно и, в общем-то, нужно. Я не думаю, что это прямо особо будет трудно, если вы, прямо, вот, как-то решите, в этом направлении работать. Вот. Это корректируется довольно-таки успешно. В чем здесь суть? В том, чтобы учиться себя слышать. Чтобы учиться к себе прислушиваться, вот. Чтобы при этом еще и выражать свои чувства, выражать свои эмоции, выражать свои переживания, выражать и проявлять себя. Вот. А сейчас вы этого, как вы, понимаете, на данный момент ничего, такого вы не делаете. Вот. То есть вы себя, вот, не выражаете, вы себя практически не проявляете. Необходимо позамечать ваши реакции, необходимо позамечать ваши чувства. То, как вы откликаетесь на те или иные вещи, на те или иные ситуации, на те или иные аспекты. Вот. Необходимо это позамечать. Вот. И учиться выражать. Конечно, очень важно то, чем вы, в принципе, занимаетесь. То есть очень важно то, например, насколько, ну, допустим, вам интересна ваша жизнь. Вот. То есть важно то, насколько интересна жизнь вы живете, важно то, как вот активно, успешно вы реализовываетесь. Потому что, если, вот, самое главное, что есть в вашей жизни, это, собственно, вот, другие люди, то, конечно, здесь будут серьезные проблемы. Вот. То есть вы себя, как-то, вот, отвергаете, да, и вы себя как-то, вот, ну, за что-то вы себя достаточно сильно, получается, не любите. Вот. С этим нужно разобраться, вот, нужно разобраться с тем, что это такое, да, вот. Нужно разобраться, что вы себе, отвергаете, что вы себе отрицаете, вот, потому что, именно этого вы боитесь, что заметят люди, вот. Ну, окружающие вас люди, вы боитесь, что они это заметят и, соответственно, как-то отреагируют. Вот вам необходимо учиться к этому относиться, ну, как-то. Сначала вообще, было бы неплохо увидеть, что это вообще такое, как-то. то есть, ну, было бы неплохо увидеть, вот, о чем вообще мы говорим. это рекаποιstein Став. И, значит, это река А когда про информацию, вот, я бы сказал... Chinese ami, имаминиум. Ну вот. То есть ты, ведь как-то. Ну просто вот ситуацию описываете, да, просто, но без подробностей. Вот, а подробности в данном случае, ну, необходимы, вот. Поэтому тут момент, момент, он именно вот такой. Приживать не стоит, расстраиваться не стоит, вы не больны, вот, скорее всего. Бабыльно много людей имеют такую сложность, что боятся осуждения, вот. Боятся взглядов, потому что это всегда, ну, выводит человека на некую такую платформу демонстрации себя. Если вы, ну, вот, условно говоря, как-то вот себя демонстрируете, если необходимость, точнее, необходимость, если... Ну вот, демонстрировать себя вам болезненно, вот, по той или иной причине, то вот с этим, в принципе, и нужно работать. Вот, но корректироваться это достаточно, ну, просто, вот. Здесь все зависит от ваших, я бы сказал, ну, от вашего настроя, да, как бы, то есть, вот. Здесь все зависит от того, вот, ну, хотите ли вы, готовы ли вы этим заниматься или нет. Вот, если хотите, вы готовы, то сложности и трудности не будет, скорее всего. Вот, если вы, ну, как-то рассчитываете на то, что результат будет быстрым, то, ну, тут, наверное, придется, придется немножко... эм... 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 не спешить. Да, потому что, по... эм... эм... Ситуация гладравная, и сопротивление у людей... эм... эм... тоже... эм... с того, чтобы... поисследовать, именно. Себя. Да? Потому что вот. По вашему описанию, пока, что... Вот. Да. Вы описываете страхи, вы описываете... passion. Свои тревоги... И при желании, ну, вы не описываете что-то такое вот, ну, более глубокое. А более глубокое, это то, что касается уже вашего восприятия себя, вот этого вы не описываете, к большому сожалению. Вот это очень важно, и вот с этого и стоит, наверное, начать. Работа. Да? Вот, вот вы говорите, что не можете заставить себя устроиться на работу, а вот для чего вам устраиваться на работу, то есть, ну, какое значение для вас имеет работа в данном случае, что она для вас значит, вот. Вы идете, ну, хотите устроиться на работу из чувства долга, вы хотите устроиться на работу по нужде, или вы хотите устроиться на работу, ну вот, по каким-то еще, так скажем, причинам. Да? Основания. Вот очень было бы, очень было бы здорово, если бы вы на этот, ну, на эти моменты обратили бы также свое внимание, потому что от этого зависит ваша, ну, мотивация, вот, как, по крайней мере, мне видится. На этом все. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!